Продолжение следует... Продолжение следует... Можно сказать и так. Я был очень доволен экспедицией, но, к сожалению, не дошел до самого верха. Нас развернул инструктор на седле. Кто знает, это 6400 метров. Из-за того, что мы очень долго шли. Там были свои технические сложности. Но зато я в этом году поднялся на Килиманджаро. Это следующая вершина. Ну и не планирую пока останавливаться. Это уже в Африке. А эта вершина Кавказска находится, по-моему, недалеко от города Кисловодск, да? Да, там очень много рядышком городов разных. Я как раз мечтаю там в этом году зимовать. В прошлом году я зимовал около Сочи. Андрей, цифра 35, она для вас знаковая не только потому, что вы вершины покоряете, но еще потому, что, как сказали в недавнем интервью Сергею Маку, если вам 35 лет, то нужно вкладываться в 35% высокорискованных инвестиций, да? А в 65% наоборот низкорискованных. И наоборот, когда вам 65 лет, то можно наоборот все сделать. Не совсем. То есть сколько лет, столько процентов наоборот должно быть низкорискованных инвестиций. То есть если мне 35, то у меня 35% в низкорискованных инвестициях. А я это имел в виду. Просто, видите, закусался. Просто сказали высокорискованных, да-да-да. Значит, еще раз повторяем волшебную формулу. Если мне сейчас 50 лет, то я должен инвестировать 50 на 50. Все верно. А вам сейчас сколько лет? Мне сейчас 37. Вот буквально недавно исполнилось. Значит, у вас должно быть 37 низкорискованных. Да. Ну, расскажите про ваш личный портфель, не называя, может быть, какие-то конкретные цифры, а все-таки интересно, как вы разложили ваши яйца по корзинам. Да. Смотрите, сложность… Ваши личные, а не ваших клиентов. Да-да, я понял. Я, честно говоря, в любом случае транслирую своим клиентам то, что делаю сам. Иначе это было бы очень странно. На себе проверил. Ну, конечно, да-да. За весь опыт заплатил своими деньгами. Ну, все как полагается. Сейчас основной, получается, часть портфеля занимает бизнесы. Потому что бизнесы сейчас наиболее доходная история. Адекватный риск-доходность. Потому что это инструмент, который генерирует кэшфлоу. Деньги здесь и сейчас. Вы говорите, какие-то неожиданные бизнесы типа маркетплейсы. Маркетплейсы, торги по банкротству, оптовая продажа фруктов. А как в них участвовать? Вы прямо долю в бизнесах покупаете или как? Нет, я инвестирую по договору займов. То есть это наиболее сейчас для меня, по крайней мере, понятная форма, чем доля в бизнесе. То есть, потому что, как вы говорили в интервью, в тех же маркетплейсах людям нужно много закупать партии, потом перепродавать их. И им нужно на закуп товара постоянные суммы какие-то. Причем на несколько месяцев. Потом они их распродают и снова покупают. Так? Все верно. Как вы находите тех клиентов, которым, в данном случае не клиентов, а контрагентов, которым вы доверяете, которым вы можете? Это достаточно такая уникальная история. И у каждого будет свой способ нахождения. Всегда для меня, в первую очередь, это ближний круг, потому что я много общаюсь с предпринимателями. У нас есть разные бизнес-сообщества и в городе, и кто-то разъехался по другим городам. И в течение времени ты просто наблюдаешь за проектами, смотришь, как они развиваются. И дальше уже в точке X принимаешь решение, в какой проект инвестировать. То есть чаще всего это такие вот знакомства из около ближнего круга. Я имею в виду там не семью, а все равно предпринимателей, которые так или иначе ты видел. Я у всех проектов практически видел развитие там на протяжении нескольких лет проекта. И потом уже, соответственно, инвестировал в него. Из той же, по той же логике, как люди вам доверяют? Ну понятно, что вы лично деньги не берете в рост. Вы просто не советуете, куда их вкладывать. Но тем не менее, как вообще, например, вот моя цель интервью, у меня портреты личностей вдохновляющих для аудитории самозанятой целевой. В том числе вопрос инвестиций, как людям вкладывать и куда свои деньги, капитал и так далее, и пассивный доход. Мы еще об этом поговорим. А вот, предположим, они узнали про вас сперва с Андреем Артемьевым, кто, надкуда в этот пришел. Очень важные вопросы ведь, да? Люди, что вам задают, какие вопросы? Все верно. Смотрите, у меня нет ни одного клиента, кто бы пришел просто со стороны. То есть все мои клиенты – это также когда-то люди, знакомые со мной, и, может быть, даже мы по каким-то другим мероприятиям, бизнесам пересекались. Чаще всего просто они видели, как я показывал себя в работе, и когда видят, что я занимаюсь инвестициями. Так или иначе, у всех предпринимателей, если они хорошо занимаются инвестициями, изначально возникает вопрос, а что делать с прибылью, которая осталась после всех трат. Все говорят, надо инвестировать, и вот люди начинают искать инструменты. Они вас знают несколько лет как? Прямо лично или вот шапочное знакомство? И так, и так. То есть и лично, и шапочно. Это обычно все-таки лично, если шапочно, то мы несколько раз встречаемся, просто знакомимся еще раз, я им показываю, рассказываю все, практически весь свой путь рассказываю, как я к этому пришел, показываю проекты, которые есть. Вот расскажите, вы только 15 февраля этого года опубликовали пост, друзья, welcome, пишите вы, двери моего инвестиционного фонда открыли. Открыты, а до этого где вы были, получается? Да, но у меня был такой с 2012 путь, сначала в найме, я работал в Горьковском парке нашего города Перми. Политех вы закончили, да? Да, я закончил политех, ну уж мы там... Какая специальность у вас там была? Когда я закончил, государственное муниципальное управление. У меня еще есть технические... Не финансы? Не финансы, нет, еще есть техническая специальность техникума. То есть у меня вот высшее и среднеспециальное образование. Получается, потом я поработал в парке Горького, 7 лет я там отработал. Кем? Получил такую хорошую школу. Я пришел менеджером проектов и ушел исполнительным директором парка. Потом уже было в конце, конечно, очень интересно, но пора было двигаться дальше. Как бы страшно, может быть, не было. Начал двигаться дальше, потому что понял, что хочу делать мероприятия, так как у меня жена занимается мероприятиями. Я всегда был в этой сфере. Сам раньше танцевал 10 лет. Объездили всю Россию с командой. И я пошел в организаторы мероприятий. Это было очень замечательное время. Я прямо очень счастливым себя ощущал. Я помню тот день, когда первое мероприятие я сделал, и помню, вот то, чем я хочу заниматься. И с 19-го года, получается, по 23-й я занимался именно этим. Много хороших проектов получилось сделать. А инвестиции у меня были с 17-го года. Я инвестировал, обучался. Это было мое второе направление. Ну, какие самые большие ошибки вы сделали? Вы говорите, все отчества на своих ошибках. Интересно, какая ваша была самая масштабная ошибка и почему? Самая масштабная? В деньгах или… Ну, в деньгах. В деньгах. В деньгах… У меня только что была героиня, она 500 тысяч потеряла, потому что сейчас инфобизнес у нас, бизнес-ставничество. Там как бы ничего не прописывается, непонятные критерии. И вот люди попадаются. Даже самые опытные. 2 миллиона у меня самая большая ошибка была. Как раз на маркетплейсах. Я сам начал заниматься маркетплейсами. То есть я уже инвестировал в маркетплейсы. Сами вы купили партию товара, не смогли продать. Там еще все веселее. Там я купил франшизу, красиво так все было в целом очень хорошо расписано. Но фактически получилось, что та связка, которая работала раньше у франшизы, она перестала работать в моменте. Ну вот прямо там ВБ правила изменил. И все, как они работали раньше, перестало работать. И плюс еще получились штрафы. Там забрали у меня скидку постоянного покупателя. А это существенно, я на 23% дороже продавал, чем любой мой конкурент. Либо я просто из своей прибыли. То есть вообще нерентабельная история. И к тому же оказалось, что товар управляющая компания произвела, а они занимались именно этим процессом, очень плохого качества и по очень высокой цене. А что вы продавали? Да, платья женские. Продавали мы в три раза дешевле, чем это было прописано в финмоделе. И то есть вот эти все факторы, они привели к таким... То есть в маркетплейсе стоит идти, но как вы сейчас сказали недавно до этого, лучше идти туда в качестве чек, который дает деньги за определенные проценты на несколько месяцев. Я бы сказал, каждый решит для себя это сам. Я на себе проверил, мне просто этот бизнес не подошел. Я не остановился в инвестировании. Сейчас у меня есть и свои проекты на маркетплейсе, но они уже есть с партнерами, которые делают операционку и являются профессионалами в этой сфере. Я уже там участвую как партнеры инвестиционные. Еще вы упомянули второй интересный вид, как называется там, где распродают? А, торги по банкротству? Да, там каким образом можно наращивать свои капиталы? Ну, это тоже отдельный бизнес. Я инвестирую в компанию, которая просто занимается этим бизнесом. Даже в две компании. Там очень простая история. Выигрывают объекты на торгах по банкротству, делают необходимые реновации, улучшения объекта. Если необходимо, там заселяют арендатора. Недвижимость, да. Недвижимость, да. Это в основном недвижимость. Есть разные проекты. Есть проекты, кто занимается спецтехникой, например. Но я вот пока туда не пошел. С недвижимостью пока историю тестируем. И, грубо говоря, это же тоже люди занимаются отдельно бизнесом. Им нужен постоянно капитал, чтобы увеличиваться. Они расти могут только за счет увеличения количества объектов. А объекты они покупают на деньги. Либо на свои расти, но это очень долго и медленно. Либо привлекать. Если математика позволяет, то зарабатывает инвестор, зарабатывает компания. И все прекрасно. А им нужны деньги для того, чтобы вкладывать в реновирование помещений, да, в этом смысле? Ну, во-первых, в покупку, а во-вторых, в реновацию, да, конечно. И вот такие совсем, как сказать, интересные способы, да, такие нетрадиционные, я бы сказал. И наоборот, насчет традиционных. Вы очень скептически относитесь в интервью. Сергею Макову сказали, что вообще заблуждение, что квартира, если мы покупаем дополнительные квартиры себе, то это наш пассивный доход. Это там много расходов, много, ну, это бизнес, но это вот такой странный бизнес, да, в этом смысле. Нельзя называть его пассивным доходом. Пассивный, вот все, что бизнес, это уже не пассивный доход. Да, там операционные расходы свои постоянно. Это не только операционные расходы. Операционные расходы – это всего лишь расходы. А операционная деятельность – это уже, ну, такая предпринимательство, бизнес, там, как угодно можно называть, но точно не пассивный. Пассивный, условно, если вы купили акции на фондовом рынке и получаете дивиденды. Вот это пассивный, это настоящий пассивный доход. Ваша задача только один раз выбрать хорошо актив, акции в данном случае, и дальше уже отслеживать необходимый. Вот в Альфа-банке мне мой брат посоветовал, да, просто в качестве игры всего 1000 рублей там продают всем этим новым, как сказать, клиентам, как называется. В общем, у них программа, учат людей инвестированию. Вот я там смотрю, то там плюс 30 рублей, то минус 100 рублей, постоянно вот акции растут, то падают, то растут этих, по-моему, распрома и так далее. Вот, то есть там как-то, мне кажется, не очень заработаешь. Это нормальная ситуация. Мы в жизни, вот если представить жизнь человека, так же вот есть настроение, да. Но если вложишь миллион, то да, можно там снять, да, какие-то проценты успеть, пока он снова не упал. Не-не, вот это вот сразу же, я бы сказал, в корне неправильное рассуждение. Да, там нужно 3-5 лет, да, я знаю. Да, вот это уже более актуально. Несмотря на все гиполитические ситуации, это все как бы, да, проходной, на мой взгляд, да, проходящая ситуация. То есть рынок, я вот сказал про настроение, почему-то очень отвлекается. Вот настроение может быть там сегодня лучше, завтра хуже, но в целом всегда человек, ну, становится как-то счастливее, если реально работает над этой задачей, у него появляется семья, дети, и он так расцветает, да, как предприниматель расцветает. То есть он растет, вот. Но бывают и провалы, бывают и какие-то неприятности, да. И вот так же фондовый рынок, он, получается, в целом растет, потому что экономика растет. Но именно в моменте могут быть какие-то там геополитические, экономические ситуации. Ну, у нас сейчас экономика растет благодаря военным, всем этим расходам, говорят экономисты. Как только они закончатся, как бы весь рост прекратится. Ну, хорошо, мы до этого как-то без военных росли. Ну, ладно, Андрей, мы отвлеклись, но в общем, как бы, это тоже, да, вот, это к той категории, которая низкорискованная, да, высоко рискованная. На мой взгляд, это все эти, вся эта крипта, потому что она то падает тоже дико, то там растет. Это уже, так сказать, для молодых, да, инвесторов. Да, для молодых и, на самом деле, взрослые инвесторы тоже сейчас такой нарратив идет, что вся международная финансовая система вдруг развернулась в сторону крипты. Пожалуйста, самые крупные в мире фонды сделали свои фонды, управляющие с криптоактивами. Президент на праймерисе говорит, один из претендентов, значит, да, Трампа заявляет, что вот биткоин... Ну, у нас в России тоже, по-моему, к ним изменилось отношение. То собирались запрещать, сейчас, по-моему, наоборот, как-то стараются поддерживать. Вот я знаком с криптоиндустрией с 17-го года, и вот с 17-го года... Эти качели бесконечные идут. Всегда, да, вот сейчас примут закон, и вот это с 17-го года, как идет история, Так, сейчас уже закон там о майнинге, это в первую очередь, это все-таки такая образующая сфера в индустрии, и ее в первую очередь необходимо урегулировать, и над этим работать. Ну, и задевает сразу же историю про сами активы. Ну, да, это высокорисковый, конечно, актив. Андрей, вернемся обратно. Значит, вот вы закончили свою деятельность организацией праздников, мероприятий, да? Как началась ваша карьера финансовая? Самая первая удача, наоборот, теперь, когда вы что-то... Там 2 миллиона потеряли, а сейчас, например, где вы выиграли 2 миллиона? Нет, это происходило все в процессе. Первая удача была сразу же в 17-м году, когда я начал инвестировать. В общем-то, если бы не первые удачи, то сложно было бы продолжать этот путь, потому что я знаю многих людей, наверное, например, инвестирующих на фондовый рынок с 1000 рублей, как вы говорите, правильно, да? Легко туда закинуть и легко увидеть и положительный, и отрицательный результат. И это сразу же... Да, нужно учиться. Прямо говорите, что надо учиться на маленьких суммах и знать, да, как бы. Все так. И у меня также этот путь происходил. У меня сначала были небольшие суммы, я пробовал разные инструменты, просто изучал информацию, потом поехал на одно мероприятие, взял другое обучение. И вот так вот степ-бай-степ просто двигался, потому что мне эта тема, ну, реально очень интересна. У меня прямо... Какая самая крутая учеба у вас была? Какую можете посоветовать? Самая крутая учеба? Мне кажется, самая крутая учеба всегда над собой. Вот мне нравятся еще курсы саморазвития, там, ретриты, вот это мне... То есть даже не финансовые какие-то, да? Даже не финансовые. Финансы – это всего лишь инструмент. А в нашем мире инструмент, который меняется очень быстро. А вот как ваша интуиция работает? Если мы сейчас говорим про личностный, духовный рост, там очень важно иметь, как меня, мне говорили учителя вот эти духовные, да, разговаривать с своим высшим я, то есть с интуицией, которая тебе подсказывает. Доверять, не доверять, там, входить, не входить. Это очень крутой вопрос, ни разу мне его не задавали, а зря. Потому что считается, что все выводы на цифрах делаются, но на самом деле нет. На самом деле внутреннее чутье – это, наверное, одно из самых главных или одно из важнейших в инвестициях в бизнесе, в любой сфере жизни. Вот если ты чувствуешь внутренне и идешь в этом направлении, то ты всегда будешь, ну как, добьешься результата. Но мошенники ведь тоже не дремлют, там как раз нанимают людей, которые внушают доверие. Да, все верно. Но у мошенников, если мы говорим про внутреннее чутье, у них всегда есть фон. Во-первых, мошенники достаточно там, если большой опыт, то вы мошенников очень быстро раскусите прямо. Как распознать начинающему инвестору мошенничество схемы? Потому что бывают очень замаскированные пирамиды. Да. В основном самое первое – это очень высокий процент. То есть где он обещает 70% годовых гарантированно, все. Это сразу же… Вы обещаете 27% средним своим клиентам. А если человек сам вложится в государственные фишки, вот эти голубые, то там будет максимум, сколько, 10-15 год? Меньше. Все зависит от года. Все зависит от года, на самом деле. Грубо говоря, в среднем биржевики на 15% годовых ориентируются. А я тоже не обещаю. Я ориентирую и подбираю инструменты в портфеле на 24% годовых. Кто готов на себя чуть больше риск взять, то могут там большую доходность получать. Просто надо понимать всегда, что если ты хочешь большую доходность, ты должен взять на себя больший риск. Этого, к сожалению, люди не понимают. Ну и даже уже и 25% – это уже некий средний риск, да? Да, все верно. Я вам скажу так. У меня есть старшие товарищи с большими капиталами. Для них 24% – это high risk. Они работают с 12%, с недвижимостью. И вот в недвижимости от 8 до 12 – это супер хорошо. Но у них в этом инструменте стратегия капитализации, которая сработает через 10-20 лет. Вот и все. Здесь все зависит от индивидуальных целей каждого инвестора. Так почему же только 15 февраля этого года вы открыли двери вашего инвестиционного фонда, а до этого только сами получается, да? Все верно. У меня были случаи, когда ко мне приходили знакомые за советом, спрашивали, и я их также консультировал, помогал им подбирать инструменты. Просто это не было сформулировано в фонд. И у меня не было такой задачи. А когда я решал в очередной момент, как мне двигаться дальше, развиваться, я понял, что я не смогу через 10 лет делать мероприятия на том же уровне руководителя проектов. Это, кстати, было одним из грустных выводов в 35 лет, что то, чем я люблю сейчас заниматься, я не смогу делать это через 10 лет, потому что это будет не очень хорошо. Это в молодости весело и интересно. А через 10 лет… Я просто представил, что я хочу делать через 10 лет. И понял, что в финансах, в мире финансов, у меня будет точно есть где развернуться, мне это интересно, там есть куда расти. И тогда мне нужна была форма, по которой двигаться. И этой формой оказался multifamily office. Я долго год изучал, как мировой рынок, российская… Что такое multifamily office? Multifamily office… Фamily office – это управление собственным капиталом, капиталом своей семьи. Это из-за рубежа пришла, то есть семьи собирают поколениями капитал. И у них есть family office, которые им управляют. А multifamily office – это офис, который помогает и управлять капиталом… Это какой-то жанр или что это? Нет, это просто форма консалтинговой компании, вот так вот можно сказать. То есть вы ориентирулись на какие-то западные образцы, да? На западные и на российские образцы. Про них какие-то книжки написано или где про это можно писать? Нет, нет. Книг на эту тему достаточно немного. Все-таки книги больше про инструментарий, про какую-то конкретику. А здесь это по сути просто форма организации. Ну вот как есть общество с ограниченной ответственностью, есть ИП, да? А есть family office, есть биржевой фонд. И вот это вот форма взаимодействия партнеров, можно так сказать. Андрей, мы должны уже заканчивать через несколько минут. Вот хотел там нажать кнопочку у вас на сайте, кейсы, кейсы. Но они, видимо, пока у вас не выложены. Расскажите сами тогда, что у вас за полгода? Какой интересный кейс, не называя фамилии, там суммы, просто в качестве примера. Человек пришел и что происходит сейчас с его инвестициями за эти несколько месяцев с вашей помощью? Ну, за полгода, так прямо сложно долгосрочно сказать, да? Сразу же скажу, кейсы, они не надо кнопочку нажимать, они выложены. Кейсы – это название абзаца. В последнее время вот ко мне приходит клиент, допустим, есть миллион рублей. И он говорит, хочу, я ему говорю, есть инструменты там недвижимости, флиппинг, да? Есть инструменты маркетплейсы, есть инструменты там БО автомобилей, есть бизнесы. И он говорит, мне ближе там квартиры по флиппингу. Давай я только в него буду инвестировать. А флиппинг – это что? Флиппинг – это покупка старых квартир, реновация и продажа. И что случилось с его миллионом за эти полгода? С его миллионом случилось следующее, то есть купили квартиру, сделали реновацию и сейчас они в продаже. Но продажа отодвинулась из-за увеличения ставки, из-за снижения спроса со стороны покупателей. Ну и, соответственно, люди покупают только за кэш, никто сейчас не берет ипотеку. И у нас срок реализации проекта улетел там на несколько месяцев. И при этом еще получается доходность снижается, когда у тебя… Ну вы так заранее планировали, да, что примерно через полгода-год, да, или как? Нет, мы планировали через 4 месяца, уже там 6 месяцев, седьмой пошел. Но суть не в этом. То есть, а другой клиент пришел, говорит, у меня миллион, и я ему предложил, я всем предлагаю одинаковые инструменты, да, ну вот в моменте. И он взял маркетплейсы и взял наполовину крипты. И получается так, что у него с портфелем следующая ситуация. У него 24% годовых раз в квартал ему поступает. И плюс у него портфель крипты растет. В данный момент он немножко просел из-за рынка, но вот он находится примерно в ноле. Вот одна сумма, но один человек, ему более близко там недвижимость, хотя тоже можно было разложить по инструментам, но он предпочел один инструмент. И из-за этого получил дополнительные риски. И вот не сработало, да. Например, если взять мой портфель, то и всем, кому я советую, да, там, чтобы инструмент занимал не больше 5% в портфеле. И тогда риск, даже если у тебя немножко подпросел как-то инструмент или не по тому сценарию пошел, то у тебя сам по себе портфель не испытывает трудностей. В этом основная задача наращивания капитала. Вот, Андрей, вы очень честно рассказали, как в моменте выглядит, да, то есть прошло несколько месяцев, и как ситуация, она всегда вот такая, да, всегда идет все не по сценарию. Что-то хорошо, что-то плохо, да, и все меняется, да. Ну вот и заканчиваем уже, а в конце года какой ваш прогноз по вашим этим клиентам, что с ним будет? Квартиру мы точно продадим. Прогноз, портфель, который с маркетплейсом и слиптой, конечно, будет все нормально. Да, да, да. Ну и мы ждем хорошего роста по крипторынку. Андрей, какая ваша миссия сейчас? Оставьте два слова, это моя финальная рубрика. Честно говоря, миссия у меня делать людей богаче и счастливее. Делает богаче Андрей Артемьев, fk.com. Артемьев, подчеркивание, Андрей, наша тема управления инвестициями. Как стать лучшим другом в мире финансов и делать людей богаче? Андрей, спасибо. И удачи вам в вашей новой жизни, я бы сказал, да. Спасибо. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии. Город Перезники, улица Юбилейная, 17.